Итак, запланированная в YouTube революция, естественно, провалилась. Оно и не могло быть иначе. Это был бред с самого начала. Более-менее думающим людям было понятно, что некий авантюрист Вячеслав Мальцев создал себе канал, как и все, с одной единственной целью – заработать, пообщаться. Три года вешал лапшу на уши. Вернее, просто брал самые негативные новости, озвучивал их, выплескивал, так сказать, свою желчь. Ну и отдельные, особо упоротые, слушали его с удовольствием, расковыривая свои моральные болячки. Я думаю, что и дату он, естественно, просто высосал из пальца, думал, мало ли что, может быть, к тому времени что-то изменится. А так или иначе, дата эта подошла, делать нужно было что-то. Ну вот и эти судорожные призывы к русскому народу, к еврейскому народу, к мусульманам, к ментам, ко всем. Господи, кто только в голову пришел. К чему это привело? Ни к чему. Даже народного бунта не состоялось. Как я уже говорил, революция, господа, это не народный бунт, а народный бунт это не революция. Еще никогда в истории человечества народные бунты ничего не добивались. В лучшем случае, если удавалось поднять всю эту массу, они воровали, оббивались, рушили все на своем пути, а затем постепенно все рассасывалось. И были жесточайшие подавления со стороны власти. Уже не те времена, когда люди карабкаются на стены постели или сейчас полезли бы на стены Кремля. Это совершенно исключено. Вячеслав Мальцев типичный параноик. Такие люди всегда есть. Параноиком был Владимир Ульянов. Самый простой пример, чтобы вы поняли, чем отличается параноик от нормального человека, это, например, Герман Стерликов. Это вот такой ушибленный своей идеей человек. Он очень харизматичен, у них всегда очень много энергии. Они с большим энтузиазмом рассказывают о том, во что они верят. Вот, например, Герман Стерликов в этот крестьянский образ жизни, он там в сапогах, с бородищей и показывает всем, что вот, смотрите, как все это замечательно, как все это классно. Но вы не отдаете себе отчет, что за всей этой красотой стоят большие деньги, очень много людей. Он продвигает свои товары и своим вот этим энтузиазмом, своей вот этой сумасшедшиной, понимаете, которая сидит внутри этих параноиков, они захватывают большие массы наивных людей. Вячеслав Мальцев типичный параноик. Он верит в то, что он вождь революции, он верит в то, что его смотрит Владимир Путин, что он большая звезда, что он может угрожать Петру Порошенко. Ну, вообще, он вот как все параноики, они уверены, что они такие предводители, что обладают необыкновенной силой и своей энергией они притягивают к себе людей. Но, как правило, за всеми параноидальными идеями не стоит ничего, если эту идею не подхватывают нормальные, степенные, здраво рассуждающие люди. А Вячеслава Мальцева, естественно, никто не поддерживает. Обратите внимание, даже все серьезные журналисты, тоже Эхо Москвы, те же Дождь, оппозиционные каналы, все они очень осторожно комментировали эти желания Вячеслава Мальцева. Потому что люди прекрасно понимали, что ничего в конечном счете не выйдет и вроде как лишать людей последней надежды тоже не стоит. Ну, вот они думали, посмотрим, посмотрим, насколько этот народ все-таки активный, насколько они смогут сами соорганизоваться. Естественно, нет. Так называемая Великая революция 1917 года. Послушайте, как об этом рассказывает Игорь Чубайс, ссылка к ролику, и вы увидите, что никакого бунта даже не было. Небольшая группа пришла, арестовали учредительное собрание, захватили власть свои в руки, устроили красный террор. А люди, простые люди, даже понятия не имели, что произошло. Вот так обычно и происходит на самом деле со всеми революциями. А в России, как я уже говорил, революция на данный момент невозможна. Потому что одно дело, что и верхи могут, и другое дело, что низы еще хотят. Как минимум 50-60% поддерживают Путина. Это те, кто работают, те, кто неплохо зарабатывают, те, кто сидят в кредитах, тех, кого есть планы, те, кто ездят отдыхать в Турцию. То это довольно большая часть населения. Они Путина поддерживают. Боятся того, что лишатся хотя бы этого. А верхи все еще могут. У них есть власть, у них есть ресурс. 50 долларов за баррель это все-таки приличные деньги, как ни крути. И экономика так или иначе не разрушилась. Рубль так или иначе не упал. Все становится хуже и хуже. Но сейчас еще не ситуация, как, например, в Венесуэле, где стоят километровые очереди за мылом и туалетной бумагой. Поэтому до этого, господа россияне, вам еще далеко. Ну а чтобы не заканчивать на такой пессимистичной ноте, я хочу обрадовать тех, кто все-таки верит, что режим Владимира Путина вот-вот рухнет. Очень правильную по этому поводу мысль высказал, опять же, Андрей Пянковский. Он сказал, что революция в России уже свершилась. И свершилась она не снизу, не произошла она сверху. Она произошла сбоку. Те последние санкции, которые объявили США, и установив в ультимативной форме 180 дней до момента обубликования и наложения вето на счета чиновников, приближенных к Путину, истекают 29 декабря. С этого момента очень многие в окружении Путина будут просыпаться нищими людьми. Вчера он еще был миллиардером, а завтра проснется, и у него ничего нет. Вот когда одно состояние за одним начнет разрушаться, и там в верхах в элите поймут, что Владимир Путин больше не является гарантом их капиталов, вот тогда они ему приготовят либо шелковый шарфик, либо пожелают ему хорошего аппетита, накануне связав его повара и подсыпав ему приличную дозу стрихнина. Вот, скорее всего, что-то в этом духе может произойти. И, естественно, триггером в этой истории будет не пассивный русский народ, а сила, находящаяся вне этой страны. То, что назвал Пианковский, революция сбоку. Молитесь, господа, на американцев, на то, чтобы они не сдали свои позиции, на то, чтобы они и дальше упорствовали со своими санкциями, на то, чтобы они не побоялись непосредственно самых высших чиновников взять крепко за задницу. И тогда все россияне увидят Владимира Путина, немного грустного, уставшего на экранах своих телевизоров, и он скажет следующее. Дорогие россияне, подустал я что-то, пора мне на пенсию. Кого вы там хотите выбрать Алексея Навального? Да ради бога, я вам уступаю. Делайте с этой страной что хотите. Вот лично я в такое развитие событий верю, скорее всего. А для людей с мозгами и с образованием, по-прежнему, как раньше, так и сейчас, я могу сказать только одно. Уезжайте из этой страны, если не сами, то сделайте все для того, чтобы ваши дети уехали. Берегите себя и своих близких.